Пакеты для запекания Троекурова. Простота приготовления, экономия вашего времени. Калиновый цвет в сезон – украшение любого зеленого участка. С вишневым и яблоневым садом конкуренция очевидна. Любовались? Любовались. А что делаем, когда только цветочки остались в прошлом и ягодкам время? И ягодкам уже подмороженным, уже более сладким, нежели кислым. Любоваться обязательно, собирать необходимо. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня за разговором о калине и не только. Приготовим сладкий пирог с калиной и не только. Пользу калины для нашего организма трудно переоценить. Для лечения используется все, что дает это растение. Кора, ягоды, веточки, корень, листья и даже косточки. Калиновая горечь – и то на пользу. Именно благодаря ей красные ягоды так полезны при диабете и заболеваниях сердца. Калина – это общеукрепляющее, патагонное и противокашливое средство. Эффективно при кожных заболеваниях, действенное средство при нарушениях пищеварения. Калина очень полезна при простуде и является природным лекарством для гипертоников. А вот поэтому-то просто перетереть с сахаром, отправить в холодильник и наслаждаться, скажем, морсами с насыщенным свежим вкусом. Отличная осенне-зимняя перспектива. Что же, до выпечки как раз калиновые косточки устраивают и устраивали их далеко не всех. Так для настоящих калинников пирогов в старину горшки с калиной с небольшим количеством воды отправляли в печку и томили довольно длительное время. Ягоды теряли горечь и косточки становились податливее и мягче. А потом калиновую массу пропускали сквозь сито. Сделать то же самое сегодня вроде бы не составляет труда. Но и ненастроенных на такие длительные готовки можно успокоить. Как традиционным французским пирогам с вишней, клафути, вишневые косточки придают особый и неповторимый аромат, калиновые косточки тоже не помешают нашей быстрой выпечке. К тому же и этим рецептом можно разнообразить наши такие привычные осенние шарлотки, которые мы чаще всего готовим с яблоком. Вот и сегодня яблоко мы не оставили без внимания. И вот что из этого получилось. Шарлотка с калиной, яблоком и черноплодной рябиной. Соединить сметану, яйца, муку, горшоную соду, сахар с ягодами калины, черноплодной рябиной и нарезанным яблоком. Выложить в полученную форму, смазанную маслом. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 35. Приятного аппетита и такой поздней осени, в которой ярких вкусных моментов будет гораздо больше, чем серых в скучных дней. Удачи! Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. Пока!